На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «50 оттенков черного». Кристиан Блэк, как типичный черный, крадет сумочки у пожилых дам во время пробежки, ворует шикарные костюмы в ателье и угоняет тачки. При этом он миллионер, просто не может избавиться от старых привычек. Ханна Стилл живет с подругой Катишей и ведет тихую приземленную жизнь. Однако вот беда, Катиша подхватила инфекцию после случайного перепихона, и теперь все, что ниже пояса и выше колен, горит адским пламенем. Поэтому Ханне придется идти на интервью с успешным красавчиком-бизнесменом Кристианом Блэком вместо нее. Катиша даже подготовила вопросы для подруги. Замухрышка Ханна приезжает в офис Блэка и тут же встречает непреодолимое препятствие в виде двери. И нет, чтобы потянуть ее на себя, так она долбится в нее всем телом, как бульдозер. В итоге дверь открывается, и Ханна влетает в офис на сверхзвуковой скорости. Кристиан встречает девушку без должного гостеприимства. Ханна принимается задавать вопросы Катиши, и в ходе беседы они с Блэком лучше узнают друг друга. Тут уж Кристиан меняет свое мнение насчет Ханны. Несмотря на ее сальные лохмы и толстый хобот, он находит в ней нечто привлекательное. Интервью заканчивается, Ханна уходит снова схлестнувшись с дверью, но теперь это была дверь лифта. Дома ее поджидает подруга с расспросами и намеками на интим между Ханной и Кристианом, но девушка все отрицает. Придя на работу, Ханна вспоминает красавчика-миллионера и слегка забывшись принимается ублажать карандаш бизнесмена, который стырила у него в офисе. Сама того не подозревая, она завлекла постоянного покупателя в магазин своей канцелярской прелюдией. Случайный посетитель остался доволен этим шоу. Когда Ханна закончила с карандашом, появился и сам Блэк. Он пришел прикупить стяжки и скотч, но еще докупил минимальный набор маньяка-убийцы. Уходя, Кристиан оставил Ханне свою визитку и предложил звонить, если потребуется фотка для статьи, которую пишет Катиша. Для фотосессии Ханна пригласила своего друга Джесси, который мечтает с ней переспать. Он делает ей прозрачные намеки, но Ханна тупит и не замечает очевидного. После фотосета Ханна и Кристиан идут в кафешку, где Блэк намекает на доминирование, отлупив девушку газетой. А затем узнает страшную тайну Ханны. Ей нравятся фильмы по книгам Николаса Спаркса, даже тот, что Смайли Сайрус. Это уже перебор даже для Блэка. Он уходит, оставляя Ханну одну. Вечером она идет в клуб и напивается с горя. Джесси подкатывает к ней со всех сторон, но везде получает отпор. Ханна идет в туалет и звонит Блэку, а тот собирается приехать и забрать скромницу из злачного заведения. Чтобы Катиша не осталась одна, он поцелает к ней своего братца, у которого маленький кошелек, но очень большой прибор. Ханна выходит из клуба. Джесси бежит за ней, еще надеясь на перепихон, но тут появляется Блэк и вступается за девушку. Это он зря. Джесси психует и вламывает Кристиану по щам, но потом все же уходит. Блэк отвозит девушку к себе. Переодевает и оставляет в своей постели до утра. Проснувшись, Ханна смущается, но он клянется, что не прикоснулся к ней пальцем, пока она спала. Между Ханной и Кристианом проскакивает искорка. В лифте они придаются страстным поцелуем на глазах у очумелых соседей. А когда Блэк привозит девушку домой, там его братец пихает свой здоровенный агрегат в котишу. Вечером Кристиан приглашает Ханну в офис. Он приготовил для нее сюрприз. Ханна уже раскатала губу на вертолет, но миллионер прокатил ее на автобусе до своих апартаментов. Здесь он подсунул ей соглашение о неразглашении, чтобы Ханна не разболтала о его сексуальных пристрастиях. Затем Блэк ведет ее в игровую комнату и после прелюдии с дверным замком показывает друганов, режущихся в Xbox. Ханну это зрелище не очень впечатлило. Тогда Кристиан повел ее в красную комнату со множеством всяческих штук для порки двоечников. Ханна считает все это извращением чистой воды. Когда они покидают БДСМскую комнату, она признается, что еще ни разу не спала с мужчинами. Причем не делала этого ни в каком виде. Кристиан решает исправить эту несправедливость. Он немедленно раздевает девушку, попутно проходя различные препятствия вроде повышенной лохматости или гипертрофированного пупка. Наконец наступает время близости и Кристиан, как заправский жеребец, справляется за пару секунд. Убедив неопытную Ханну, что чем быстрее, тем круче, он отправляет ее за сэндвичем и заваливается спать. Утром приезжает мама Кристиана Клэр. И Ханна начинает догадываться, что он приемный. Несмотря на расистские замечания Клэр, женщина ей нравится. Она приглашает Ханну на семейный ужин в честь приезда сестры Кристиана. За завтраком Ханна пристала к Блэку с вопросами о его увлечении. Он рассказал, что подружка его мамы приучила его ко всем этим доминантским штукам. С тех пор он только и знает, что лупит разнокалиберных девушек БДСМ инвентарем. Вернувшись домой, Ханна обнаружила подарки от Кристиана. Он прислал ей ноут и понаставил по всей квартире скрытых камер. Получив гаджеты, Ханна отшивает богатенького ухажера. Однако Кристиан не из тех, кого можно просто так послать. Он забирается в корзину с ее грязным бельем, чтобы проникнуть в спальню и поговорить. Слово за слово, и они уже переместились на постель. Блэк связал Ханну и показал ей лучшие разогревочные ласки, которыми владеет. Ханна завелась и позволила Кристиану делать с собой всякие развратные штуки. В этот раз он закончил на полторы секунды позже. Затем он передал ей на подписание контракт с условиями их интимной близости. Вечером они встретились в офисе для обсуждения договора. И тут Ханна развернулась по полной, добавив еще несколько извращенских пунктов в контракт. После вручения дипломов Кристиан познакомился с отчимом Ханны, и они нашли общий язык. Что тот, что другой оказались любителями телочек. Закончив беседу с будущим тестем, Кристиан повел Ханну на улицу, чтобы показать свой подарок. Он угнал для нее тачку в честь окончания обучения в колледже. Однако Ханна осталась не в восторге от подарка. Она даже посмела закатить глаза, за что Кристиан решил ее наказать. Они поднялись в квартиру девушки, и Блэк отшлепал ее. Хотя Ханну шлепки его хилой ладошки не впечатлили. Чтобы пробить ее силиконовые булочки, потребовалась лопата, бита и табурет, поочередно сломанные, а бесчувственную задницу Ханны. Но это была всего лишь прелюдия. Кристиан отвез девушку в красную комнату. Раздел и принялся издеваться над ней почище, чем ЦРУшники над таксистом-арабом. Ханна с удовольствием остановила бы экзекуцию, но она забыла стоп-слова. Наконец, она догадалась просто попросить Кристиана снять с нее наручники. Да только Блэк потерял ключи от них. Пришлось вызывать специалиста по вскрытию замков, полицейского, вора-домушника и даже иллюзиониста, но замки не поддавались. Решил проблему плазменный резак. Освободившись, Ханна переоделась для ужина в доме родителей Кристиана. В гостиной они немного потанцевали, и Блэк рассказал о своем не самом удачном стриптизерском опыте. Родители приняли Ханну как родную. Пришла на ужин и Катиша с братом Кристиана. После ужина у Блэка и Ханны состоялся откровенный разговор. Кристиан узнал, что у девушки большие планы на их совместное будущее, но он к такому не был готов. Вернувшись домой, эти двое решили снова обсудить их отношения. Ханна уверена, что Блэк злится, потому что она еще не подписала контракт, который он ей отправил. Несмотря на это, она готова попробовать тот способ интимной близости, который практикует Кристиан. А сделать это можно только в комнате с плетками. Ханна раздевается и становится в позу. Кристиан выбирает подходящий инструмент для шлепания и принимается хлестать свою девушку. Все бы ничего, но они сбиваются со счета и приходится начинать заново. Ханне не особо понравилось быть привязанной и отшлепанной. Чтобы Кристиан мог почувствовать то же, что и она, девушка привязывает его к столу и начинает орудовать ремнем. Бедная жопка Блэка держится из последних сил. Но тут Ханна достает снаряд большого калибра и загоняет его туда, где не светит солнце. Кристиан не оценил такое рвение подруги и убежал в свою комнату поплакать. Ханна идет следом и признается ему в чувствах. Блэку эти телячьи нежности не нужны, поэтому он отправляет девушку куда подальше. Но опомнившись, бежит следом. Догнав ее на первом этаже, Кристиан признается, что тоже полюбил фильмы, по книгам Николаса Спаркса. Кроме того, он действительно влюбился в Ханну. Чтобы отпраздновать объединение двух сердец, Кристиан решил отвезти Ханну в путешествие на самолете эконом-класса. И это стало самым серьезным испытанием в их совместных отношениях. Субтитры создавал DimaTorzok